Девушки отдыхают 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 Team Secrets turn to pick. Team Secrets turn to pick. Может быть в лесу фармить. А может вообще будет фармить во вражеском лесу, фармить героев. Тоже такое может быть. Чен от команды Secret. Все-таки лесника сюда впихнула команда Secret. Клауда правильно угадали. Будет еще и лес. Забран команда Secret, но забанили ничего. А по данному пику и Чен заходит для Team Secret. Ну и последний пик от команды Cloud9. Либо это керри, либо это саппорт. Сейчас узнаем. Немного времени у Cloud9 остается. В принципе, если Secret и эту игру с Т-часом вытаскивают, то они так доступно дают понять, что они настолько разноплановые и настолько пластичны, как состав, что перебанить их вряд ли получится. Потому что вот просто как-то обычным, не секретовским мозгом попытаться понять, что же здесь вот сейчас нарисуется. Какой рисунок будет у игры команды Secret. Например, у меня не получается. Куда этот Т-час будет идти? Сейчас будем смотреть. Это прям будет гайд какой-то, я думаю, по данному герою. Команда Cloud9 забирает себе Свена. И теперь вопрос еще больше. Свен как саппорт? Все-таки Свен как саппорт. Тут, в общем-то, что Свен используется у нас как саппорт и как керри? Что Нага используется у нас и как саппорт, и как керри? В зависимости от ситуации. В данном случае Свен будет фармить, а Этернал Энви забрал себе Нагу Сайрен. Но не забывайте, Дота такая дисциплина, где можно свапаться. Вдруг мы еще увидим, что Мизери с Энви поменяются ролями, и Свен у нас будет вырезать. Дарксир отправляется на сложную. Дазл вместе с Свеном пока что будет саппортить, я думаю, Нагу. Сыра, скорее всего, оставят в одиночестве. И Фата отправляется на линии на мидлейн. Кура забирает себе Течиса. Паппи будет играть на Чене Зай. Забирает себе Таск и Герокоптер. Это Артизи и Квин оф Пейн. Это С4 на мидлейн. Ну и как уже, в принципе, написано, да, у нас в чате. Схема-то простая. На Сноуболе прикатился и взорвался. В общем-то... Как раньше было с Тинни, например. Тинни подбросил Течиса на соперника. И Течис взорвался. Тинни получил экспириенс. Тинни получил денежки дополнительные. Квин оф Пейн от С4 идет на мидлейн. Стоять ей, скорее всего, против Фаты. Да, Фата, я думаю... Ну, мне кажется, Фата все-таки пойдет на мидлейн. А Нагу отправят фармить легкую. Или в Триплу. Уже здесь Этернал Энви, Мизери. Бон Севен тоже здесь. Никто не свапнулся. Этернал Энви будет все-таки на Наги выфармливать. А фармить Этернал Энви любит и умеет. И, судя по всему, Нага у нас по Крипстату сегодня просто зажжет. Если, опять же, ее не остановит Куру. А где Куру? Куру... Мана пока не потрачена. Вообще пока ничего не прокачал Куру. Поэтому и поставить ничего не может. Ну, это как-то даже, я считаю, несправедливо. Длительность действия таблички 180, а кулдаун ее 360. То есть есть такое время в доте, когда табличка не стоит. Куру подошел уже нервишки потрепать команде Клауд Найн. Мы глянем, суицид это будет или это будут мины. В любом случае, Баунти Руну забирает у нас Квапа. И Дазла закрывают у нас уроки. Ноутейл пытается отдаться хотя бы кому-нибудь. Никому не отдается у нас Ноутейл. Потому что здесь через элементарные мины Течис забирает Ноутейла. Биг Дэдди опять пошел фидить. Он это делает постоянно. У него это получается, по-моему, лучше всего на свете. Уже меня одном в чате обзывали по поводу моего хейта по Ноутейлу. Но я смотрю на его игру конкретно на этом интернешнале. И такое ощущение, что он больше всех умирает. У него вообще показатель чудовищно большой по количеству смертей. И вообще соотношению убийств-смертей. Убийств-смертей ассистов. Кура внизу вместе с Заем. Есть Айшард. В принципе, есть Сноубол. Прикатились. Наваляли Айшард. Пошел у нас от Зая. Но он здесь поиздевался над собственным тиммейтом. По сути, этим Айшардом притянул ко всем у нас Кура. Кура отвалился. Первый фраг команды Клауд Найн на безобидном, абсолютно безобидном герое. Который, по идее, должен был просто стоять рядом, ничего плохого вообще не делать. Опять три малых. Три. Пугал Теклауда, тем не менее, впереди. Ну что, прикатились к Этернал Энви. Кура должен Этернал Энви ловить. Мина есть, нету, нет. Мины от Кура нет. И улетел Этернал Энви сквозь Айшард. Прошел каким-то чудом абсолютно. Ждем следующий Сноубол. Суицида пока что нет у Кура. Я думаю, в скором времени появится. Просто ему очень необходим. Тут, кстати, рейндж атаки очень высокий у Течиса. Взрывается у нас Течис. И Этернал Энви выхиливают. Ну и вот он первый облом для команды Сикрет. Они теряют уже четыре раза своих героев. Забрали только на ФБ у нас бедняжку Ноутейла. И в разных частях карты... Нет, не в разных. Все это внизу происходит. Погибли уже четыре раза. Ну, многовато как-то. Сикреты по голде должны сейчас выйти вперед. Нет, Клауда впереди. Ой, точнее, все правильно. Да-да, Клауда должны выйти вперед. Причем очень плотно. Так и есть. Полторы тысячи по золоту. И по экспириенсу тысяча для коллектива Клауд Найн. Ну, ладно. Все равно Куру очень даже интересен в данном матче. Если, конечно, он не закончится счетом 1-150, тогда это будет, ну, как-то даже нелепо топить за данного персонажа. Ну, попытались и уже хорошо. Как пойдет, это, я думаю, еще время покажет. Артизи на гирокоптере фармит соло сложную. Тоже, согласитесь, немножко нестандартная комбинация. Еще раз повторюсь, тут стоит сказать и напомнить о пластичности данного коллектива. Они способны играть всеми и везде. Потому что скилл позволяет, потому что уверены в себе. И если не дергаясь, вспомните пабы. Любого героя могут поставить на любую позицию абсолютно. Помнятся моменты, когда спектра в сложную, вот, например, в моих пабах отправляется. И просто идет игра. И просто все получается. И, по идее, спектра в сложной, в соло должна быть унижена и оскорблена. И ребята были толковые. Ну, просто прет и такая же ситуация может быть и здесь. Поставили Артизи фармить сложную. Он постоял, пофармил. Не понравилось, ушел вниз. В общем-то, они не парятся по этому поводу игроки команды Сикрет. Опыта за плечами триллион. Можно и повыдумывать. Сфо уже с батлом у Фаты. Бокл гуляет в Курьере. Пока что Айшар на Фату. Конечно, все это в паре с Кура. Кура мины под ноги поставил, но... Взрываться не пришлось ему. Ну и, кстати, суицид аж через 30 секунд. В итоге Течис забирает еще один фраг. Подкатились, поставили мину Вайшарт. Очень даже крутая комбинация. Ну и, я думаю, встречайте во всех пабах мира данную комбу. Давай сегодня я Зай, а ты Кура. Нет, давай я сегодня Кура, а ты Зай. В чате пишут, что Ноутейл сейчас болеет, у него температура, не получается нормально играть. Наверное, мы же сейчас говорим о профессиональном футболе или о беге на короткую дистанцию, где действительно твое физическое состояние, жесть как важно, для результата. Пожалуй, что так. Не выдерживает напряжение здоровья человека. Ну, по этому поводу я нисколько не злорадствую, просто странный абсолютно аргумент. Фатал ухпшный засуицидился у нас Кура. Ну и в итоге Лина выживает. Лина еще и выхиливает. Тут можно даже с Линнии не уходить. 3-5 становится счет. Ну, здесь эти суициды, шмуициды. Они ничего, в принципе, команде Клоуд Найн не дают. Только теряет Тим Сиклет ее, в данном вопросе. По Галде они в плюсе уже. И по Экспириансу практически в ноль выходит Тим Сиклет. Гирокоптер от Артизи. Топ по Нетворсу. Ой, топ по Крипстатуе, скорее всего, по Нетворсу. Да, так и есть. На втором месте у нас идет Бон Севен на Дарксире. У Бон Севена 30 на 0, 34 на 12 Артизи и Фата 25 на 3. Чен от Папи из леса пока не выходит. У него уже есть стапок, у него есть 380 на руках. Ну, с левелом все придет. Мизери не успевает забрать хасту. И в итоге Мизери достается баунти руна. Чуть-чуть не добежал. И Папи еще, кстати, руну пытался добить. В итоге врезал Свен. Ну, набор крипов у Пупея уже достаточно мощный. Сатир, Урса и Сова, по идее, можно пойти и попытаться снести хотя бы одну из сторон. В это время убивают у нас Тетчеса и убивают у нас Таска. Минус 2 делает команда Клоуд Найн. Попытались ворваться игроки. Секретов не удалось. Ну, и разворачивается в другую сторону вся эта челядь Пупея. Еще одного, да, я так понимаю, чем планируют забрать и только потом пойти. Пока рановато, кстати, 3-го левела. Ну, хотя бы отвод сделать. Хотя бы отвод. Зачем Савукс к себе привязал, не очень понятно. Ну, Саван, видимо, будет стоять сейчас у нас фармить эти пачки крипов. Полетел у нас Боун Севена Зай. Боун Севен лоу ХПшный. Ну, и Пупей благодаря Шоквейву от Сатира забирает у нас Боун Севена. 4-7 становится счет. Здесь по голде, по идее, Секреты нормально должны были подзаработать. Да, так и есть. Пупей просто провязал Торнадо и стоит себе выфармливает крипов, не напрягаясь. Сейчас получит Экспириенс, получит денежки. Для этого ничего не делая, все для него делают его подчиненные. Красавчик. Вот это я понимаю, Биг Босс. Вот кто Биг Дэдди на самом деле. С 4 на 7 становится счет. Секреты 1200 в плюсе по золоту и 600 по Экспириенсу тоже они, при том, что проигрывают по фрагам. Лучше фармят тут Пупей. Достаточно плотный по Нетворсу у нас. Какое место? Ну, место 7 у него. Ну, вы видите, что с таким количеством животных, которые есть у Пупея, фармить не проблема. Если, конечно, не придет кто-нибудь и на крысу все не заберет. Например, Артизи. Артизи 20 секунд еще до Флэккэннона. Кстати, ну, Артизи тут уже и с помощью Пупея сможет подзаработать. Стан получил Артизи и увез с собой его под фонтан. Пупей на Чене отыгрывает, безусловно, классно. Опыта там за плечами гора целая. Увидим. Вы помните, я думаю, Ченов Пупейных, которые и с тем же Пуджом в паре. Еще в списке команды Нави творили чудеса. Ну, а здесь с такими же скилловыми ребятами, с коллективом Сикрет, тоже можно будет что-нибудь выдумать. Гирокоптер в это время забирает Ноу Тейла. Артизи просто стирает у нас саппорта команды Клауд Найн. Как там Этернал Энви, что по фарму? У Наги 800 на руках, есть рингов Аквила. Этернал Энви также собирает себе боттл есть у него в Бутсов Спид и по мелочи еще. И 900 копеек на руках. Фата пока что снул талисмана. Фата с С4 решил пофайтиться. На Лагуна Блейд просто не хватает маны. Соник Вейв. Дальше прыгает С4. На скилле я разработал все. Ну и убегает С4. Быстрее на хайграунд. Кура здесь будут ловить. Суицидится вряд ли будет Кура. Да и никто не подходит к нему. Но Тейл не решился. Сколько, кстати, дамаги я уже так давно Течиса не видел, что и не изучал, что у него тут. Урон 650 у Течиса, если ворваться. Ну и будет ли промакшен, узнаем. В принципе, максить надо сразу, иначе потом промакшенный суицид. Он, по сути, роли не играет. Ну, кулдаун поменьше немножко. Ну, фармит Куру. Для него это не проблема. Для Течиса фарм это действительно абсолютная халява. Ты поставил мину и главное успеть добить крипов. Это делается очень просто. Это недешево, конечно, по мане. Но, с другой стороны, чем-то действительно надо жертвовать. Потому что даже если такие сопляки забирают у нас пачками крипов, то что уж тут говорить тогда, чтобы делали серьезные ребята. Все было так просто. СФО на Мизери прыгает. Мизери, кстати, лохэпешный. Мизери можно и добить здесь. У СФО Соник Вейва только что нет. А так, я думаю, сиганул бы быстро под Тавер. То же самое было на миде. И не поскупился у нас на Соник Вейв С4. Пупей с крипами выходит на топ-лейн. Здесь, если что, на подсейв Тавера Мизери есть Ноутейл и Иллюзии Наги. Ну и Пупей... Пупей не сворачивает назад. Он решил дальше идти. У него есть Баклер. У него есть Хедреска. Артизи прилетает. СФО прилетает. Есть кулдаун у Артизи. У СФО 30 секунд до Соник Вейва. Танковать есть кому. Машинка есть. Поэтому, в принципе, Таверу, скорее всего, конец. Хотя, крипы не идут. Крипы не идут. Приходится без крипов здесь драться. В спину заходит Мизери. Разультился. Стенка. Как раз-таки по голове Артизи. И Фата приговаривает у нас мейн керри команды Сиклет. Забирают очень быстро через лагуна Блэя. Через пару ударов от того же Свена. Свен валить отсюда. На нем все. На нем Серж. На нем Айншелл. От Боун Севена. Просто убегать команде Клауд Найт. Пришли крипы. Будут забирать Тауэр. И крики команды Сиклет. Или крипы этим будут заниматься. Скорее всего, все вместе. Забрали Тауэр. Зай здесь. У Зая ничего, в принципе, на дэмэдж нет. Из артефактов Аркан Буци только у Зая. У СФО. Есть Тропа в Зе Мэджи. Ну, Талисман. Ну, и тыща на руках. Скорее всего, здесь Оркит будет. У Техника от Куру. Есть Аркан Буци. Это уже, кстати, неплохо. Ну, и Сейдж Маск. Для, скорее всего, Сол Ринга. Сол Ринг, Блад Стоун в идеале. Там, кстати, когда все хорошо идет у данного героя, то за артефактами дело не постоит. Там и Хексы появляются, и Шивы, и всего предостаточно. У этого парка. Ну, и минами так легко сносятся товара, что просто жесть. Кура уже бочками забросал вражеские позиции. Уже не знает об этом команда Клауд Найн. Вот он, Вард. Вот он. Увидели. Увидели. Поняли. Просто так Кура сюда не подходил. Не будут, наверное, бочку разбивать пока. На ману еще разведут Кура. Ну, конечно, очень интересно смотреть акшен от данного героя. Без шуток. И еще один бочонок на хай-граунде команды Сигрит. Мина под ноги. И одну бочку взорвал. Просто заработать денег. Появляется уже ринг оф регены. И, в принципе, на соло ринг. Если что, деньги уже имеются. Все, уже летит к ТЧСу данный артефакт. На мидлейн отправили Кура. Пока в это время вся команда Сикрет гуляет у нас по собственным лесам. Кто по собственным, кто во вражеские еще периодически заходит. Кура отдали мидлейн. Дали возможность подфармить. В принципе, многое зависит от левела. Чем выше левел, тем сильнее мины. Чем сильнее мины, тем больше шансов врасплох застать команду Cloud9. Сфо отправляется на мидлейна. В это время под смоком. Команда Сикрет готова заходить на Роху. Как я понимаю, здесь есть Тролль. Здесь есть Огр, который дефа всем уже пораздавал. Ну и здесь... Как будто еще я не вижу. Я не вижу Кентавра. Да, вот Кент есть. Ну и Кура уже все здесь блокирует. Если кто-то будет заходить, то будет неприятно совершенно. Ну и про Чекл. Я так понимаю, все прекрасно знает у нас Ноутей. Ульту туда дает или нет, это уже вопрос. Не дает пока. Кура просто здесь забаррикадировался на Рохе. Сюда, если кто зайдет, тут Кура просто минута славы какая-то. Заставил все бомбами. Просто подойди туда. Боун Севен. Будет подходить или нет? Боун Севен у нас взрывается. Мизери тоже взрывается. Ну, не так больно, как хотелось бы того. О, хотя сверху кулдаун и теперь все стало понятно. Зачем, как и что планировала команда Сикрет. Минус 2 делают Сикрет и забирают к тому же еще и Рошана. Ну и Аэгу себе забирают. 780 по голде, 1400 по экспириенсу. Фата, все под ноги. Артизи будут забирать. Лагуна Блейд в Артизи. Артизи выживает. Ульта пошла у нас от Бон Севена. Подбрасывают вверх Фату. Фата приземляется неудачно. Фата в таверну. Стан пошел от Мизери. Ну и здесь Рокет Бараш. Вот у меня прожатый от Артизи. Фактически уничтожает здесь Мизери. И команда Сикрет не теряет Артизи. Так потанкуйте кто-то. Сейчас Артизи просто сольется от Тавера. Нет, 100 хп остается у него. И отправляет его Гира на базу. Не Гира, а Чен. Гира у нас сам ухудет на базу. У Кура уже 8 левел. Мины. Суицид. Пока что без Стаси Стрэп. Без стана у нас Куроку. Но это опять же вопрос времени. Ну и пошел уже... Диверсионные работы делать во вражеском лесу. Кура видит. Он стоит прямо под вардом команды Клауд Найн. Все прекрасно из состава Клауд Найн понимают, что эта зараза здесь делает. Что он придумал. Ну Кура отсюда уходит. Разбивать надо. Надо гем покупать. Надо постоянно ходить на Стрёме. Если вдруг не заваржено. Ну это герой, который просто психологически уничтожает своих соперников, мне кажется. Огромная психологическая бомба. Почему медленного действия? Ты все время на нервах. Поставил мины. Пошли ловить у нас Течиса. Нет у него маны, кстати, на суицид. Нет маны, на тебе суицид. Врежься в Лагуна Блейд. Лина забирает этот фраг. Чего-то становится 10-9. Заработали за него немного. 428 по золоту и 590 по голде. Дешево стоил парень. Ну и почти есть уже Оркит у С4. Секреты готовы забирать Тауэр. И никакого вообще противодействия не ощущается. Клауда не подходит сюда. Секреты, идите дальше. Можно, в принципе, идти дальше. Тут Клауда, если подходить будут, то по одному. Бонцева на есть полуфреплика. Есть, если что, стяжка. Стало ли это проблемой? Сейчас узнаем. Артизи с Аегой. Аегу надо разменивать, поэтому быковать по-любому. Команда Секреты должна. А Кура продолжает веселиться на миде. Просто отдали мидлейн ему. И он гуляет сам по себе. Прыгают на Фату. Фата поднял. Ветра у нас Артизи думал на этом все и закончится. Фата лохэпэшный. Кулдаун по голове Фати не попадает. Флаканон есть от Артизи. Он заходит на хайграунд. И Фата выхиливается. Половину ХП уже себе отхилил Фата. Но Тавер будет падать. Надо идти на мидлейн, скорее всего. Кура уже подпушил. И уже у нас Глиф провязала команда Клауд Найн. Не успеют задефать Т2. И здесь есть Т2 на миде. Надо, скорее всего, туда направляться. Мне почему-то так кажется. Так и делает команда Секрет. Подошли крипы. Мины есть у Кура. Поэтому Тавер будет падать очень быстро. Кура заминировал так, чтобы еще и крипам досталось. Половину Тавера уже снесли. Там Т2 на топ-лейне. Мне кажется, уже можно было кого-то одного отправить вот сюда, чтобы идти и сносить. По-быстрому, чтобы переправиться на топ-лейн. Только сейчас направляется сюда Артизи. Будут идти на Т2. На топе игроки команды Секрет. Если до 20-й минуты будут снесены все внешние строения команды Клауд, то денег там, по идее, у Секрета... У Секретов, я думаю, вы понимаете сколько. Уже плюс 7 тысяч. По экспириенсу 6 тысяч тоже для них. Может заходить Течис? Может. Может. А как там поживает Нага? А Нага там собирает... Радик. У Наги, правда, не будет ничего, кроме Радианца, толкового. А Этернал Энви, кстати, заметьте, он стоит и ждет, когда ему накапает на Радик. Он никуда не уходит с базы, он стоит и ждет. Он не может позволить себе просто так взять и выйти. Других шансов купить Радианца у него не будет. Этернал Энви покупает себе Радианца 4-го левела. Естественно, здесь Mirrory Mage. Рептай 4-го левела. Можно попробовать иллюзиями теперь походить по линиям. С другой стороны, я думаю, что противодействие здесь будет в лице Куру. Бомбы, которые с агонимом плотненько будут бить от Куру, и иллюзиям достанется. Нагиным. Артизи даже отвод идет. Артизи делает отводы, чтобы крипы не били крипов команды Сикрет. Артизи сделал отводы, через флагкенон забрал целую пачку и пошли линии пушиться. Это дает дополнительное пространство технику, это дает возможность, в принципе, и тому же Пупею дофармить необходимые артефакты. Он в лесу пока единственный фармит. Ну, и С4, конечно, страдает без экшена. У него все есть для этого. 12-го левела С4. Сейчас, скорее всего, в агоним у нас еще пойдет. Прыгает С4 на Этернал Энви. Есть ульта. Соник Вейв в Этернал Энви. Этернал Энви, наверное, отправится в таверну. Нету Этернал Энви. 170 хп и Сон провязал Этернал Энви. И по-быстрому валить. А куда валить, кстати? Эсфо прыгнет ведь. Нет, не успевает. Вот Эсфо у нас проснулся. Этернал Энви ушел. Ну и здесь уже подпушили линию. Мизери пошел фармить. Свена направили у нас в дэмэдж. Потому что Нагу будут контрить. Свен должен, как план Б, или даже, наверное, план С, план Д, план Х, которые должны реализовать игроки команды Клауд Найт. За Свеном выехали. Свен это понимает. Не зря отсюда улетит. Хлопа даже не напрягалась по этому поводу. Ману не тратила. Кура где-то рядом должен быть. Он всегда где-то рядом. Это мысли команды Клауд Найт. Кура всегда где-то рядом. Смотрите под ноги. Смотрите под ноги. Через мины, я думаю, очень быстро справятся с тавером. Игроки команды Сикрет. Даже стяжки сюда не вижу. Зай на мидлейне. На мидлейне Пупей. Мы вдвоем С, Фо и Кура на топ-линии. Ну и Клауда выдвинулись уже. Подходит поближе Зай. Кура на отходах. Бомбы, мины. Все, что только надо поставить, все ставит. Гем надо бы купить на самом деле команде Клауд Найн. Есть ли вообще варианты хоть кому-то приобрести этот полуартефакт? В это время артисты забирают у нас Нагу. Этернал Энви еще раз умирает. Умирает за Т2. Как он здесь оказался, я понятия не имею и знать не хочу. Это очень печально все смотрится. 11-9 становится счет. Сикреты впереди на 8000. И по экспириенсу. И по голде. Куро уже есть практически деньги на Форстав. Сейчас тавер заберут. Будут. Ну и секреты по одиночке редко ходят. Посмотрите, все как-то вместе. Сильно не рассредоточились по карте. Один за другим. Спокойненько в колонну. Бон Севен решил подпушить вместе с... Мизери, мизери. Ловит у нас Сайленс. И уходит отсюда Квапа. Нечего говорить. Понимает, что не остановить его. Ни... По большому счету не убить его. Потому что он тэп-аут сделает. Ну и сбить тэп-шку нечем. Дал Сайла и ушел. Чего время зря терять. Ну вот он, профессиональный игрок. Понимает, что каждая секунда дорога. Это и так и есть. В доте действительно дорога каждая секунда. И чем быстрее ты выполняешь свои действия, тем больше шансов у тебя на то, чтобы сдоминировать по всем абсолютно позициям. Кентавру досталось больше всех. Гвардиан Грифс от Чена. Ничего лишнего. У Пупея, Гвардиан Грифс и Смолк. Больше ничего и не надо. На самом деле очень крутой артефакт. И на Чене заходит он... Не знаю. Даже круче, наверное, чем заходит... Чем заходит Хэнд оф Гатта. В связке это прям... Супер хил. Тут фонтан просто на голову каждому вылился. Где ты, Кура? Что ты делаешь? Диверсия от Кура на... Хайграунде. Мина туда, чтобы видеть... Вместо Вардана. Класс, конечно. И здесь мины все вообще заменилось, да? Скорее всего и здесь мины, и здесь мины. Т-образные зоны вижена для команды Сикрет. Сикрет. Фата лоу хэпэшный. Фати на голову кулдаун падает. Но все это пока бесполезно. Потому что там Шалу Грейв. Артизи получает у нас Лагуна Блейд. Неужели у Фаты Аганим? Уже был, да. Уже был Аганим. Но Артизи как-то не холодно, не жарко от этого. И все уже заминировано. Уже все здесь в... В бочонках. Все здесь в минах. Выйти просто команда Клоудай не сможет. И атаковать Сикретов так безболезненно, чтобы было для них. Если выйдут и погонятся, то подорвутся все. Поэтому в горячке, конечно, действовать Клоудай не могут. Тут на эмоциях никак не побудешь. Четыре бомбы уже стоят. Кура ждет в своей очереди. Форстаф есть. Если кто-то подойдет, кто-то взорвется. Ну и далековато, конечно. Стенка от Бон Севена. Артизи в самом центре. Артизи через Рокет Бараж, через Флэг Кэна. Зарабатывает в себе уже мига киллстрик. Нага у нас выкупается. Нету на них сна. Еще 1400... 140 секунд еще не будет. Никакого сна. Команда Сикрет пушит топ-ли. Это все в пике с Течис. Все с ним. Все с этим бесполезным. Никому не нужным. Абсолютно неадекватным героем. Который, по идее, сразу ГГВП. Такие дела, видите. Стяжка от Бон Севена. Вот здесь бы, кстати, заиметь бы какого-нибудь стяжечку, чтобы сюда собрать всех вместе. Ну и смотрим, будет ли здесь бум. Фата близко не подходит. Что тут по Вижену? А нет Вижена? Нет Вижена у команды Клоунайна. Я не понимаю, что здесь не чисто. Не будет здесь Кура просто так-то сильный. Вот я вам открываю Вижен. Здесь всего много. Всего предостаточно. Поиздевался просто Кура. Ну а почему бы и нет? Мана есть в использовании. Пингуют здесь игроки команды Клоунайна. Дают понять, что здесь ничего хорошего не ждет их. Иллюзия пошла мины чекать. Мины разбили. Иллюзия дальше пошли. Ну а что толку, если здесь бочонки? Сколько их уже? Раз, два, три. Здесь два, по-моему, на одном месте стоит. Четыре, восемь бочонков. Дэмэджи квадратили он просто. Ох. Так, файт пошел у нас в лесу команды Клоунайна. Артизин на Мизери. Мизери разультелся. И пытается отсюда уйти. Его оставляют в покое даже. Ну и команда Клоунайна понимает, что это GG. Окей, окей. На лайн зашли. Лайн спушили игроки команды. Секреты. Коллектив Клоунайна пишет GG, потому что здесь не по шансам. Законтрили. Законтрили. В итоге у нас Нагу Сай. Можно играть против Наги? Конечно, можно. Нага не контрится? Конечно, контрится. Кем она контрится? Ну, например, хотя бы Течисом контрится. Нага от Eternal Envy собрала себе Радианс. На этом все закончилось. Золото за минуту 380 у нее, а у Гирокоптера 650. Ясен пень, что здесь говорить было по сути и не о чем. Ну, поздравляем команду Секреты. Они выигрываются еще на 2-0. Переходим.